Здравствуйте, меня зовут Александрова Анна Михайловна. Я работаю в ДДЮТ Выборгского района, педагогом по изобразительному искусству уже 10 лет. Закончила РГП в имени Герцена по специальности художественное образование. Мне повезло, что я стала именно преподавать изобразительное искусство, так как именно оно играет главную роль в развитии личности ребенка. Глубоко верю, что именно знакомство с искусством необходимо для нравственного очищения и духовного обогащения личности. Педагог – это не только учитель, он еще и друг, и защитник, и соратник, и помощник. Сейчас педагогика – это творческий процесс, и на каждом занятии я стараюсь раскрыть способности детей, их талант. На каждом занятии, каждый день я отдаю кусочек сердца детям. Моя задача как педагога – не только обучение творческой деятельности, но и подготовить их к дальнейшей жизни и реализации поставленных целей. Занятия по изостримлюсь сделать яркими, каждый раз новыми, непохожими на предыдущие занятия, с особой эмоциональной атмосферой и увлеченностью. Я создаю ее при помощи живого слова, музыки, зрительных образов, игровых ситуаций, использования компьютерных программ. Стараюсь использовать на занятиях разные художественные материалы, смешанные техники, нетрадиционные виды рисования. Это делает занятие более интересным и познавательным. С ребятами ежегодно принимаем участие в районных, городских, всероссийских конкурсах. Участие в подобных мероприятиях помогает детям стать более общительными и уверенными в себе, повысить самооценку и раскрыть творческий потенциал. Поэтому участвовать в конкурсах, проявлять себя, свои способности и таланты – обязательная часть моего образовательного процесса. С чего все началось? Что положила? Начало для твоего увлечения. Мне очень нравилось рисовать в детстве, и меня мама записала сюда на рисование. А что ты больше всего любишь рисовать? Я люблю рисовать портреты и натюрморты. А ты давно рисуешь? Рисую пять лет. А в каком настроении тебе обычно рисуется лучше всего? Мне лучше всего рисуется в веселом настроении. Я никогда не нарисую? Я никогда не нарисую обычную картину. Есть ли какие-нибудь грандиозные планы, связанные с рисованием? Я хочу стать художником. Я хочу, чтобы я стала популярным дизайнером. Учащихся необходимо стимулировать. В ДДИТ проходят временные тематические выставки рисунков. За лучшие работы наши художники получают грамоты. Ребята с удовольствием рисуют для выставок. Им очень нравится, когда их работу могут увидеть другие ребята и родители. Кто из педагогов не задавал себе вопрос, каким должен быть педагог дополнительного образования? Думаю, что настоящий педагог должен любить детей. Любовь, уважение, доверие, вера – вот на чем строится вся система взаимоотношений между педагогом и ребенком. Я полностью согласна с мнением людей, которые утверждают, что быть педагогом – это призвание. Только искренняя любовь к детям поможет найти путь к сердцу каждого ребенка. Педагог – это не профессия, это образ жизни, постоянная самоотдача и творческий поиск, необходимость соответствовать постоянно меняющим требованиям и стандартам образования, стремление к личностному росту и самосовершенствованию, чтобы быть примером для своих учащихся. Еще одно отличие в профессии педагога – это необходимость любить свою работу, любить те каждодневные радости, которые приносят нам общение с детьми, уметь переживать вместе с ними огорчения, которые обязательно будут. Педагоги нового времени обязательно должны повышать уровень своего профессионализма, и поэтому я постоянно учусь на курсах повышения квалификации, мастер-классах, участвую в методических объединениях педагогов на уровне отдела и города, в конкурсах различного уровня, в сайтах профессионального сообщества. Это дает мне возможность не стоять на месте, а осваивать новые технологии, успешно применять их на практике, делиться своим опытом. У каждого педагога своя миссия. Моя миссия – сформировать яркую, интересную личность, способную на отзывчивость и сердечность, помочь ей раскрыть свои способности и стать востребованным. Мой девиз звучит так – «Успех педагогов, успехи учащихся». Мой девиз звучит так – «Успех педагогов, успехи учащихся». Продолжение следует…